Всем привет, ребят, доброе утречко. Я сейчас поведу Янчика в садик, а потом на такси поеду в Хадеру в сервисный центр забирать Адама. Сплошные расстройства с этой машиной точно будут от меня сбавляться нафиг. Все починили и сейчас будем продавать. Блин, у нас с утра какой-то аншлаг в лифте, и мы уже минуты 4 ждем, и сюда нас доехать не может, представляете? Янчик у нас слегонца невменяемый, но это обычное дело с утра, проснуться не может. В общем, сейчас ползем в садик. По поводу Адама. Насчитали нам ремонт, страшно даже произнести эту сумму на 5000 шекелей, представляете? Сейчас я поеду забирать своего Адама и заплачу 5000 шекелей. Ну, это, в принципе, ремонт, можно так сказать, на продажу, но без косметики. Знаете, работаешь, 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 рассчитываешь на какие-то деньги, куда-то эти деньги потом потратишь, а вдруг машина ломается, и все, все твои планы коту под хвост, вот так вот. Ой, да, я точно убедилась, что я не хочу свою машину. Вы знаете, все эти деньги, которые мы заплатили за Адама, за ремонт только, если суммировать там с суммой покупки и так далее, вот за все это время, которое Адам у меня находится, я бы за эти деньги, если бы я взяла машину в лизинг, мне бы машина новая в лизинге обошлась бы дешевле, чем столько денег, сколько мы отдали за Адама, за ремонт, за покупку и так далее. Хочу машину в лизинг, хочу, чтобы у меня голова по этому поводу не болела. Да, изначально платить немножко больше каждый месяц, но нет каких-то таких непредвиденных трат больших, когда машина ломается и вся ответственность лежит на тебе. Такого нет. Ну что, ребят, забрала я Адама, его помыли. О, сто лет я не могла помыть свою машину, она была такая грязная, такая грязная, потому что для меня помыть машину – это целая история. В общем, я давно ее не мыла, и она была ужасно грязная, но сейчас ее помыли за 5 тысяч шекерей. Вот как вам моечка. На самом деле мне сделали очень много, и у меня и тормоза уже были ужасные, то есть их мне поменяли, и у меня двигатель издавал какие-то странные звуки, и какая-то там жидкость протекала. В общем, сделали мне очень много, но машина, конечно, просто трэш. 5 тысяч шекелей, блин. Еще не могу гористать об этом думать. Ладно, все, избавляемся. Я, кстати, знаете, какую машину хочу? Мне многие в комментариях писали, ну, советовали разные машины, и, в принципе, большинство советов, они совпадают с моим желанием. Я хочу себе взять Тойоту, хочу, наверное, гибрид. Вообще, на самом деле, хотела бы Тойоту себе полностью электрическую, но мне ее заряжать не мне. Поэтому гибрид. Пока еще не решила, какую именно. Мне, конечно, очень нравится Тойота, такой кроссовер, я не помню, как называется. Мы на этой Тойоте ездили в Швейцарии, мы брали ее в аренду. Мне она очень понравилась, но мне кажется, она дорогая. Ну, надо посмотреть, какие есть, и что предлагают, и какие цены, и уже из этого буду решать. Такое решение брать. Ну, такие дела. От тебя, дружочек с желтой крышей, мы будем избавляться. Нафиг. Все, не хочу больше тратить такие деньги на ремонт. Даже не в этом дело, что там дорого, недорого. Это вот такие траты, они не запланированы, и, как правило, очень большие. И вот ты, ну, как бы, не планируешь, не планируешь сейчас вдруг, в какой-то месяц, выложить лишние пять тысяч шекелей на ремонт машины. Вообще. А выхода нет. А когда машина будет чья-то, в лизинге, то там, по сути, ты платишь, да, приличные деньги каждый месяц, но они у тебя постоянные, и у тебя нет такого, машина сломалась, и на тебе выложи пять тысяч шейки. Вот это мне вот больше всего привлекает сейчас в данной ситуации. Можно хотя бы как-то свой бюджет планировать, потому что вот эти вот деньги, которые я сейчас заплатила, они... Ну, как мне... Как козь в горле сейчас стоять, честно, я вам скажу. Ладненько, еду на работу уже, опаздываю уже полдесятого. Везти только на работу. Приеду и в три буду выезжать. Классный рабочий день, просто зашибись. Не, ребят, так далеко в такой... Простите меня за мои французские жопи. Я еще никогда не парковалась. Просто все занято. Ой, кто-то выезжает. Блин. Блин. Это мне сейчас надо вот такой вот круг сделать, обойти, 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 потому что заход у нас там, но это все забор, и невозможно будет... И невозможно тут пройти как-то побыстрее. Ну что, у нас уже три часа дня, и я собираюсь ехать домой. Сейчас охлаждаю машину, включила там кондиционер, подожду на улице, потому что внутри просто ад. Машина стояла на солнце, вся нагрелась. Не так, чтобы... Сейчас очень жарко, я думаю, что градусов 30, но в машине просто адский ад. Поэтому подожду пару минут и поеду. На самом деле я бы могла выехать с работы и позже, но я не люблю ехать впритык в садик, потому что, знаете, где-то какая-то лишняя пробочка, и все, я могу опоздать. Я вообще этого очень-очень не люблю, тем более, когда дело касается ребенка, опаздывать. Знаете, когда ребенок остается один в садике, один раз такое случилось, что я прям сильно опаздывала, и ребенок где-то в 15 минут остался один в садике, уже все ушли, садик был закрыт. Ну, естественно, воспитательница с ребенком осталась, но Янчик прям очень расстроился, что я его последнего забрала, и что ему пришлось ждать. В общем, я так больше не делаю, и для него, и для себя тоже. Я лучше выйду пораньше, часа в три, доеду до дома абсолютно без пробок, потому что в 4 часа максимальное, то есть время, когда я могу выйти, и как бы не опоздать в садик, в это время все выходят и едут за детьми в школы, в садики и так далее, все выходят с работы. Поэтому пробки собираются, много машин на дорогах, а в 3 часа еще более или менее свободненько, и я спокойно доезжаю до дома. У меня еще есть время немножко отдохнуть, полежать, а потом спокойно иду за ребенком в садик. Вот так вот. Ой, ребят, я так рада, что я наконец-то получила свою машину обратно, что у меня теперь есть машина, что я мобильная, потому что я, конечно, уже отвыкла, какого это быть без машины, искать с кем-то ехать, торопиться, быть от кого-то зависимой. Прям отвыкла от этого уже чувства, и мне это совершенно не нравится, быть от кого-то зависимой. Вот. Даже если я буду брать такси, все равно это быть зависимой от такси. А тут я просто в любое время, когда мне нужно выйти, вышла и поехала. Это классно. Как я жила все это время без машины, не представляю. Если вы не знаете, то у меня водительские права всего лишь полтора года. А до этого я как-то справлялась без машины. И мне казалось, что все как бы нормально. Ну, а что? Все нормально, я справляюсь. Но машина, конечно, меняет жизнь. Точнее, не машина, а водительские права с машиной. Потому что машина без водительских прав, как и водительские права без машины, как бы не имеет никакого смысла. Ладно, еду я домой за пацанчиком. Ребята, у нас уже вечер, и в конце влога я бы хотела ответить на запрос. Меня уже давно просят рассказать свои впечатления об индукционной плите. Советую ли я покупать индукционную плиту, а, например, не газовую, да? У меня был опыт использования и то, и другое, как вы понимаете. Поэтому сейчас я вам расскажу свои впечатления. Пользуюсь я индукционной плитой несколько месяцев. Я точно не помню сколько, месяца три или четыре, наверное. Сразу хочу сказать, что мои впечатления, они очень-очень поверхностные, потому что я не из тех людей, кто копается во всех функциях новой электроники, новой техники. Я использую только самые важные, самые-самые, так сказать, которые лежат на поверхности. Поэтому, скорее всего, многих функций нашей индукционной плиты я просто не знаю. И я чисто вот поделюсь своими впечатлениями от абсолютно дилетантского использования индукционной плиты. Так что, не судите строго. И давайте начнем. Кстати, неспроста она грязненькая у меня, я ее не мыла. Не торопитесь писать об этом в комментариях, потому что я хочу и об этом тоже поговорить. Ну и давайте начнем, наверное, с минусов, потому что их совсем немного. И, по сути, я бы сказала, это высосанные из пальца минусы. Ну, я о них скажу. Они мне абсолютно не мешают, и я к ним уже приспособилась. И первый минус заключается в том, что для этой плиты подходит только определенная посуда. Но, на самом деле, насколько я поняла, та посуда, которую сейчас производят практически вся, она подходит для индукционных плит, поэтому с этим проблем нет. Насколько я знаю, проверить, подходит ли посуда, очень легко. Прикладывайте магнит к ней. Если магнит липнет, то значит, она подойдет для индукционной плиты. Мы, в принципе, когда мы переехали в эту квартиру, купили индукционную плиту, мы изначально планировали всю нашу посуду поменять. То есть, мы купили набор посуды, которая сюда подходит, набор кастрюль, набор сковородок. Поэтому у нас с этим проблем никаких не было. У нас единственная кастрюля осталась из старой, так сказать, жизни со съемных квартир. Большая кастрюль, которую мы не стали выкидывать. И она подходит к этой плите, мы ей пользуемся. Какой еще минус я бы хотела отметить? Это то, что вот для меня тут, смотрите, тут есть 9 отделений. То есть, 0 это холодное, 9 это самое горячее, что может быть. Для меня средний огонь, он где-то на 7,5. То есть, представляете, из 9 только 7,5 это средний огонь. И мне заняло время приспособиться к этому, потому что раньше я там ставила на пятерку и ждала там по 10-15 минут, пока, не знаю, в маленькой кастрюльке закипит вода. И она не кипела, не кипела, не кипела, не кипела. Короче, сейчас я приспособилась, что вот 7,5 это для меня средний огонь, 9 это уже прям хороший огонь. Меньше 6, я не помню, чтобы я пользовалась. И смысла меньше 6 тут включать нет. Теперь давайте поговорим о плюсах. Для меня лично плюсом является то, что плита очень красивая, то есть она выглядит намного более эстетично, чем газовая плита, на мой взгляд. Опять же, это дело вкуса и кому-то может быть это не нравится, кому-то нравится более такой классический вид газовой плиты и так далее. У меня есть один очень важный плюс, из-за которого я никогда не поменяю инфекционную плиту, но я его оставлю на десертик. Остальное из плюсов, что бы я хотела отметить, то, что она очень умная. То есть один раз у меня случилось такое, что я оставила на плите воду и забыла про нее. Со мной такое часто случается. Газовая плита, ну как бы она не выключится сама. Она продолжит нагревать воду, потом, когда вода выкипнет, она продолжит нагревать кастрюлю и так далее, пока вы не вспомните, пока вся квартира не будет в дыму и так далее. Здесь же со мной тоже такое один раз случилось и плита сама выключилась. Я не знаю, как это произошло, но я вспомнила, что у меня стоит на плите кастрюля с водой. Вода уже вся выкипела, но плита уже не нагревала. Магия, просто магия. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Это для меня очень-очень важная функция. Что еще из плюсов я хочу сказать? Плита она нагревает только посуду, когда эта посуда стоит на плите. То есть посуду специально для этой плиты. То есть, если я сейчас к примеру поставлю, я не знаю, давайте вот масло я поставлю, сейчас я включу плиту, оно не будет нагреваться. То есть, плита останется холодной и ничего с маслом не случится. Ну и самый-самый-самый важный плюс, который просто для меня является решающим на данный момент и из-за которого я никогда не вернусь к газовой плите, я вам сейчас его продемонстрирую. смотрите, я беру вот такую вот штуку для стекла, брызгаю на плиту, беру бумажные полотенца или какие-то другие полотенца, не важно, и просто вытираю, просто вытираю. Смотрите, три секунды работы и плита как новая, чистая-чистая, блестящая, выглядит просто шикарно. Я как вспомню, сколько было геморроя помыть газовую плиту. Ну, вообще просто небо и земля и сравнивать тут нечего. Я вам честно скажу, когда у меня была газовая плита, я иногда не заморачивалась с метем каких-то мелочей, которые упали там на газовую плиту, потому что это нужно было поднять решетку, это нужно было как-то там вымыть между вот этими штуками, которые горят. Я не помню, как они называются. Комфорки, да, вроде. В общем, это намного, намного, намного сложнее мыть газовую плиту. А индукционная это просто, это просто счастье какое-то, ребят. Ладно, ребят, надеюсь, вам мой мини такой дилетантский обзор индукционной плиты понравился. И на этом я буду с вами прощаться. Увидимся в следующем влоге. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»